Предупреждён – значит защищён. Для безопасности жителей и предупреждения чрезвычайных ситуаций, связанных с нарушением правил безопасного обращения с газом в быту, специалисты «Газпром» газораспределения «Ульяновск» совместно с представителями полиции, администрации и госжилнадзора провели профилактический рейд в Заволжском районе города Ульяновска. Обеспечить допуск специалистов для проведения техобслуживания бытовых газовых приборов – это обязанность каждого абонента, пользующегося газом. О проверках предупреждают заранее объявлением на информационной доске в подъезде. Собственники домовладения, заключившие договор на техническое обслуживание, обязаны соблюдать правила безопасности использования газа в быту, эксплуатировать газовое оборудование в соответствии с требованиями, ежегодно предоставлять доступ специализированной организации для проведения регламентных работ по техническому обслуживанию, информировать аварийную диспетчерскую службу обо всех аварийных ситуациях, утечках газа по телефону 104 либо 112. В ходе рейда специалисты газовой службы проверили состояние внутридомового и внутриквартирного газового оборудования. Особое внимание было сосредоточено на техническом обслуживании. Кроме того, газовики провели для жильцов дополнительный инструктаж по безопасному использованию газа в быту. Напомнили о регулярной проверке справности вентиляционных каналов и переходов. Жильцов, которые отказывают в допуске для проведения подобных работ, газовики берут под особый контроль. Вся информация об отказах от проведения техобслуживания и недопуске в квартиру, когда необходимо проверить состояние бытовых газовых приборов, поступает в надзорные органы, в том числе в агентство госжилнадзора. Сейчас сюда поступила информация о 300 подобных нарушителях. Агентство имеет право составить административный протокол, который предусмотрен КОАПом. Это по части 2, 3 и 4 статьи 9.23. Данная статья предусматривает административную ответственность именно за то, что собственники не допускают для обслуживания технического оборудования, либо вообще отказываются заключать договора на техническое обслуживание и также на диагностику самого дома газового оборудования. Крайняя мера наказания за отсутствие договора на техническое обслуживание при остановлении подачи газа, которое происходит под сварку. Оплата работ по восстановлению газоснабжения после отключения влечет за собой гораздо больше денежной затраты, нежели стоимость техобслуживания. В клиентских центрах одной из специализированных организаций «Газпромгазораспределения Ульяновск» созданы все условия для удобства абонентов. Здесь, в центре по адресу улицы Кузнецова, 5А, вам могут объяснить, как подать заявку, заключить договор, оплатить за техобслуживание по квитанциям нового образца. С начала 2022 года они выставляются абонентом по всей территории Ульяновской области. Также с начала года «Газпромгазораспределения Ульяновск» совместно с «Газпромгазораспределения Ульяновск» запустили проект по выпуску и доставке единых платежных документов. Теперь каждый гражданин может оплатить за поставку газа и техническое обслуживание по единому QR-коду. Также дата технического обслуживания отражена в едином платежном документе. В едином платежном документе появилась новая строка на оплату услуг по техническому обслуживанию и ремонту газового оборудования. Оплата этих услуг производится однократно после подписания актов, оказанных работ и при отсутствии претензий со стороны абонента к их качеству. Техническое обслуживание газового оборудования производится не реже одного раза в год в соответствии с графиком. Данный график размещен на официальном сайте «Газпромгазораспределения Ульяновск». К слову сказать, дата планируемого проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования актуальна по состоянию полученной вами последней квитанции. Обратившись в ближайший филиал «Газпромгазораспределения Ульяновск», адреса и контактные телефоны указаны в квитанции, вы можете сообщить об иной возможной дате и времени допуска для проведения работ по техническому обслуживанию газового оборудования. А если нет возможности посетить клиентские центры, то подать заявку на техобслуживание, уточнить график можно, воспользовавшись дистанционными сервисами обслуживания, представленными на корпоративном сайте компании.